Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Сегодня будет видео «Выбрось это немедленно». Не стоит воспринимать это буквально, но сегодня я буду избавляться от того, что мне не нужно. Почему мне это не нужно? И я это буду выбрасывать, отдавать, дарить, как получится. Мне 43 года, тот, кто смотрит меня давно, уже знает и знаком со мной. И я считаю, что некоторые косметические и уходовые продукты вредят меня, делают меня визуально старше и вредят особенно моей коже и моему здоровью. Давайте сегодня я покажу, от чего же я буду избавляться. Первое, от чего я буду избавляться, это от масок. Во-первых, у меня очень много масок. Масок с глиной, масок с углем, то есть те маски, которые подсушивают возрастную кожу. Я не хочу сегодня останавливаться на марках, говорить, вот я выбрасываю там какой-то крем от Шанель или от Диор. Нет, я просто, в общем, рассказываю, от чего я буду избавляться и чего не будет больше в моем уходе и в моей косметике. В общем, маски. Маски с глиной и маски с какими-то более жесткими, абразивными элементами, которые высушивают мою кожу, которые требуют очень много внимания. Когда мы наносим их на кожу, нужно постоянно увлажнять, нужно следить, чтобы они не стягивали. В общем, этого больше не будет в моей косметичке, в моем уходовом шкафчике. Также я избавляюсь от масок, от скрабов для лица с крупными частичками, с теми, которые могут также повредить не только возрастную, но и кожу, и молодую. Те, которые, так сказать, просто по-русски, я не косметолог, по-женски царапают нашу кожу и ничего больше. В общем, избавляюсь от них. Показываю вам только малую часть. То, что уйдет, но также будут и другие марки. У меня очень много косметики, очень много ухода, которые накопились. Вот такие завалы я даже хочу сделать. Сейчас я перехожу на более осознанное потребление. Если хотите, сделаю такое видео. Какие же завалы косметики у меня накопились и одежды во время блогерства. Напишите, будет интересно. Я избавляюсь от дезодорантов. К сожалению, все дезодоранты, те, которые не натуральные, не органические. В общем, в принципе, это очень опасно для женского здоровья. Все химические ингредиенты идут сразу в лимфу, идут в грудь. Это может вызывать онкологические заболевания, заболевания щитовидной железы. И поэтому я избавляюсь. Еще раз уточню, что это чисто мое субъективное мнение. Это мое здоровье. Я ни на кого не давлю. Никого не призываю сейчас открывать шкафы и что-то выбрасывать. Просто делюсь с вами вот в таком онлайн формате. Это шампунь, но в принципе я хочу избавиться от всех шампуней, которые не подходят, которые с сульфатами. И особенно я хотела вам показать даже не шампуни, мои хорошие. Сейчас у меня проблема с волосом. Они у меня выпадают. Но я думаю, что это гормональные возрастные изменения. Я работаю над этим. Я хотела показать вам гели для душа, но, к сожалению, у меня уже они закончились. И я больше их не буду покупать ни себе, ни семье. Буду пользоваться или совсем натуральными гель-душами, или гель-душами, мылом. Вот, мылом оливковым, каким-то другим натуральным. Пройдем по косметическим средствам. Во-первых, я избавлюсь от всех средств, даже если они очень дорогие, и сывороток с маслами. Масла, я поняла, что они забивают мою кожу. И не могу я ими пользоваться. То есть, если сыворотка содержит различные масла, даже классные, даже супер дорогие, на следующий день у меня высыпания идут. В общем, не знаю, как-то не подружилась я с ними. Поэтому, может быть, можно будет использовать на кутикулу. Может быть, так, вот такие, с пипеткой. Я буду избавляться от всех тональных средств плотных. Плотных, которые для возрастной кожи больше подчеркивают текстуру, морщины, все недостатки. От этого я хочу избавиться. Сейчас у меня в приоритете очень легкие ББ-кремы, крема, да, исправьте. И средства, вот так это назовем, которые, может быть, не перекрывают какие-то недостатки, но они и не подчеркивают их. Я предпочитаю иметь морщины. У меня есть морщины. Я не калю ни ботокс, не делаю никакие процедуры омолаживающие. Я хочу, пока я выбираю стареть красиво. Возможно, когда-то это мнение у меня изменится. Ну, от всех вот таких тональных плотных средств я избавляюсь. Также я избавляюсь от кушинов, потому что я считаю, что это рассадник бактерий. Я уже вам говорила. Мне не подходят их масляные текстуры. Даже это из нехорошей марки, но как-то не подружилась у меня с ними. Покупала несколько раз, высылали на обзор. Ну, не могу, не могу просто, и все. Вот как-то так. Также я избавляюсь от всех средств для контурирования темных пудр и контуринга. Даже от таких марок, как Герлен или Шанель. Потому что также считаю, что жесткий такой контуринг с рыжим оттенком или с чем-то. Вот не могу открыть одной рукой. Он только делает какие-то пятна, подчеркивает также возраст. В общем, они уходят из моей косметички. Яркие-яркие, совсем румяна. Такие душечка, матрешечка. Также уходят с явным блеском, крупным. Будут уходить из моей косметички. Сейчас я все это переберу. И оставлю только самое нужное, самое красивое, нейтральное. Достала одну помаду, чтобы показать. Это не то, что именно эта марка или такой оттенок темных. Темные помады. От темных помад я буду избавляться. Очень красивый сливовый цвет. Классная текстура. Мягкая. Ничего не придерешься ни к чему. Ну, мне кажется, что вот именно мои губы, которые тонкие и с возрастом контур губ становится меньше, они тоньше. Они просто-напросто также придают тебе возраста. Поэтому я от них избавляюсь. Блески, блески, вот такие различные блески. Вообще я не очень люблю блески. И розовые, всякие, сиреневые, такие. Оставляю только нейтральных тонов. Может быть бесцветный блеск. А вот от всех остальных, которые растекаются. Все-таки блеск имеет тенденцию растекаться за контур губ. От них я тоже буду избавляться. Ну, не хочется заморачиваться и так далее. Средства для бровей. Я люблю пользоваться обычными карандашами. Я это проверила несколько раз. Покупала очень-очень много средств различных. И пудры, и ничего только не покупала. И вот посмотрите. Очень трудно с ними работать. Ставятся пятна. У меня брови тонкие. Местами с возрастом также они становятся нерегулярными. В общем, просто карандаш и все. Не знаю, сделаю ли я татуаж бровей какой-то. Сейчас различные технологии и био, и микро. Не знаю. Скорее всего, наверное, не решусь. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Потому что, когда вижу женщин, особенно здесь, вот за границей, все-таки в Европе больше приверженницы натуральных каких-то, ну не знаю, макияжей, что их практически вообще не видно. А с возрастом их становится еще меньше. Здесь вот листаю книгу, это хочу изучить вот эту книгу очень по стилю. Также буду перебирать свой гардероб. В общем, вот такие именно макияжи, когда видны сильно брови, когда видны ресницы, здесь не... Ну как-то мне с ними некомфортно. Я избавляюсь от черных карандашей. Также они утяжеляют взгляд. Взгляд становится более тяжелым, более возрастным. И я выбрала карандаши таких оттенков, более коричневых, более серых. Поэтому от этих карандашей буду избавляться. И последнее, что я вам покажу, от чего я буду избавляться, это тени. Я буду избавляться... У меня очень много палеток, очень неиспользованные. И от совсем матовых, конечно, те оттенки, которые мне не подходят, яркие и так далее, от них я уже избавилась и еще раз проконтролирую мой, как так сказать, ящик косметический. И от всех, Саша Ван кричит, и от всех также шиммерных оттенков я также буду избавляться. Вот такие выброси немедленно у меня сегодня были. Если вам что-то понравилось, и вы взяли на заветку согласно со мной, то напишите, и обязательно напишите мне, разбираете ли вы свой гардероб косметический, время от времени. А я бегу, сын зовет. Жари, жари! Субтитры сделал DimaTorzok